Здравствуйте, я Юлия Николаевна Влавчева, я представляю Национальный технический университет Хайковский полетенческий институт. Тема моего небольшого сообщения — формирование текстового корпуса для определения авторского стиля в академических работах. Так как я представляю академическую организацию, для меня является актуальным решением задачи качества научных работ, однозначной идентификации авторских документов во внешних аналитических системах, потому что все это влияет дальнейшим образом на позиционирование каждого автора, каждого научного издания, которое находится в вузах, и в конце концов самого вуза в различных рейтингах. Здесь мы рассмотрим некоторые моменты по определению авторского стиля. Здесь вы видите определение авторского стиля в наших национальных законах. Тема эта очень актуальна, потому что именно когда автор пишет свою оригинальную работу, о ее качестве не может быть речи. Конечно, если она основана на качественных исследовательских материалах. В данном случае мы видим, что плагиаты сборются абсолютно во всех сферах нашей жизни. Но мы не будем рассматривать все сферы, там разные подходы, разные технологии, методы. Нас интересует образование и наука. Если выделить виды плагиата наиболее так вот емко, здесь представлены, на наш взгляд, самые основные виды, которые присутствуют у нас в нашей среде. Это копирование авторской работы без изменения, копирование самой идеи с несением определенных изменений. Это бывают ошибки и неточности в списке, которые присутствуют в определенных научных документах. И когда автор, ну, нечестный автор использует услуги каких-то третьих лиц для написания своей научной работы. По поводу первого вида это все легко определяется, достаточно легко определяется. На нашем рынке в Украине присутствует несколько систем официальных для обнаружения академического плагиата, которые работают с вузами. И все они ориентированы на определение, на нахождение подобных текстов. Они используют частично технологии, вот те, что мы слышали, там, вот картинка, вот клеточки. У них есть там шинглы в этих системах, то есть они определяют там первое, пятое слово, второе, шестое слово. Но, тем не менее, даже такие вот какие-то вырезки из общей технологии, они не позволяют эффективно бороться с плагиатом. Речь идет о том, что таким важным моментом будущего является это определение авторского стиля на основе работ самих авторов. И в этом направлении сейчас ведется очень много исследований. Здесь вы видите реальную картину. Этот опрос проводился в августе месяце прошлого года. Опрос проводила компания Анплах, университет Каразина и научное издание, что иношно-украинское. Здесь мы видим, что реально студенты используют абсолютно все эти методы и технологии. И иногда в одной работе, конечно, присутствует и то, и то, и то. Поэтому подходы в обнаружении плагиата, а это достаточно серьезное обвинение может быть предъявлено автору, должны быть очень серьезны и должны гарантированно давать результат, чтобы человек обвинить в том, чего он не делал. Основным таким задачей нашей работы является появление стилистических особенностей в тексте академической работы. Здесь представлена информация о том, что мы проводили свои эксперименты. Ну, достаточно небольшие данные. Почему? Потому что открытых источников подобных процессов в Украине нет. Тем более на нашем национальном языке нет. И мы знаем, что особенности нашего ИТХ таковы, что мы не можем проводить наши эксперименты на аналогичных корпусах, которые есть в интернете. Поэтому мы создавали этот корпус сайта самостоятельно, для того, чтобы хотя бы получить какие-то первоначальные данные. В первом случае вы видите данные, взятые из нашего национального, из репозитария нашего университета. Репозитарий — это тот ресурс, в котором авторы по своему собственному желанию публикуют работы в открытом доступе. Вот оттуда взяты все данные. Первый текстовый корпус — это 437 статей. Пока мы берем одна из сильных, потому что это начало исследования. Если у статьи будет несколько авторов, возможно, там звяние технологий определенных, там уже будут другие подходы. И второй текстовый корпус, он очень небольшой, потому что он тоже формировался вручную. Это 108 статей. Десяти ученых Украины попали из того же корпуса. Можно вопрос? Да. Если у нас есть, например, одна работа, которая выполнилась только авторами, например, один автор выкрустал какую-то информацию, которую послал, 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 и другой автор. Это есть вручную, или нет? Если он ссылается в конце статьи на этого автора, конечно же нет. Речь о том идет, чтобы, если автор не будет точно материальный, не почутый, он должен на него сослаться, потому что все, кто проводили исследования на него, должны быть отражены. Это тот же балл, который попадает, который получают ученых, гусы, организации, обновительских системах, наукометрических, и потом в последствии получают свои преференции. Так как основным источником нашего исследования была научная статья, ее можно разбить на основные элементы. Вот здесь вы их видите, основные элементы статьи. Это автор, название, описание, в которое входят аннотации, ключевые слова, это мы будем на различных языках, основной текст статьи и референс. Референс – это как раз вот тот список источников, на который должен называться автор. Первое исследование мы проводили, не выделяя вот эти вот теги. Но потом мы поняли, что основной элемент, который наиболее ярко отражает сам стильное описание автором текста, это, конечно, основной текст. Потому что к другим элементам, референс, в том числе, description, описание, каждая редакция предъявляет свои требования. Поэтому там автор работает в соответствии с тем, как ему дают требования научная редакция. Вот здесь вы видите пример текста с этими тегами. Во втором эксперименте на втором корпусе нами исследовался только фрагмент вот этого текста авторской работы. В нашем понимании референсический корпус – это структурированный в электронном виде достаточный по объему мостю данных и размеченный обязательно. И он должен быть ориентирован четко на выполнение нашей конкретной задачи или той задачи, которую мы станем в будущем. Здесь представлена схема нашего исследования, подготовка данных. Мы переводили данные в текстовый формат, потом готовили ее для размещения системы. Для того, чтобы выполнять машинное обучение, мы использовали доступное право обеспечения века, в котором все эти процессы заложены. И вот вы видите, с левой стороны мы рассчитывали квалифициенты, языковые коэффициенты. На самом деле, системы, которые пытаются определить стиль автора, они рассчитывают одновременно до 50 различных показателей. И на их основании делают выбор. Мы в данном случае, конечно, не смогли реализовать такое большое количество. Мы реализовали всего лишь 4 показателя, которые, на наш взгляд, тоже есть интересные. Если брать из числа 50, которые представляют другие системы, там бывают и процент существительных, и процент прилагательных, и точки, и длинные слова, и короткие предложения. Но их очень достаточно много. И на эту тему ведутся сейчас исследования, о каком же из показателей, наиболее ярко, для какого языка будет показывать стиль написания автором работы. Думала не сказать, но я скажу. У меня в этом слайде опечаточка. Может, кто-то не увидит. Чтобы потом, если по кому-то произойдет презентация, попадет в руки. Во второй формуле N не загально кильки свит. А вот видите, да, только кильки свит. И точно так же еще будет на двух формуле. Мы брали лексическое разнообразие. Это отношение слов к общему количеству слов. То есть оригинальных слов к общему количеству слов. Коэффициент синтастической сложности мы брали. Это количество предложений на вот это количество оригинальных слов. Мы брали коэффициент исключительности. Это отношение слов с частотой 1 к оригинальным словам. Коэффициент индекс концентрации. Это количество слов с частотой 10. Коэффициент, конечно, в ядности вогнания мы не смогли реализовать подсчет, потому что мы не нашли такого права обеспечения. И сами еще не успели его делать, которое будет четко нам в тексте находить правильно, без расширбок, союзы и предлоги. Поэтому этот коэффициент пока остался не вычисленный. В данной табличке вы видите по одному и тому же автору 10 статей и его одинаковым работам показатели. Они намного не увеличились, но они четко демонстрируют тенденцию наших научных публикаций в Украине, представления и за рубежом. В чем же большая разница? Я немножечко дальше захожу. Некоторые коэффициенты остались без изменения, некоторые немножечко поменялись. Но мы думаем, что даже вот эти небольшие проливания, они все-таки более четко отражают стиль автора. И мы эти исследования продолжим. Здесь вы видите первый коэффициент, это разнообразие текста. В основном он уменьшился. Почему мы четко увидели на этих статьях разницу между работами наших научных редакций и за рубежами? В за рубежных редакциях в научной статье выставляются очень жесткие требования. Поэтому там не бывает какого-то статьи, в которой нет определенного элемента, или определенный элемент не соответствует требованиям. В наших статьях это есть. Поэтому четко, системно сказать, почему в каждой статье произошли такие изменения, они очень индивидуальные. Более наглядно это демонстрирует. Следующий слайд. Вот первый документ у него по первому нашему эксперименту, по второму получился совершенно одинаковый показатель. Да? Что по ИПСам, по ИПСам? Что вы ставите на вопрос? По ИПСам. Это у нас номер статьи, которая исследовалась, а выигрывали ее значение. Вот 096, это самое большое. К сожалению, заскочил отец. Это у нас индивидуальные методы. Это синтаксические складности. Кстати, проводя такие исследования, прослеживаются признаки научного текста. В литературе многоописано художественно. В данном случае мы видим научного. И именно синтаксическая складность она характерна для научного текста. В первой статье абсолютно отсутствуют вот эти элементы, которые вносят такую большую разницу. То есть там представлено просто заголовок, фамилия автора и основной текст. И вот такие вот мы видим показатели. Вот у нас индекс исключительности. Это отношение слов частотой 1 к общему количеству оригинальных слов. И вот так представлено 10 статей с этими всеми показателями. В данном случае у нас 6 статей очень близки и демонстрируют похожее использование всех слов. И 4 статьи, они отличаются. То есть мы видим какие-то факторы, которые повлияли на эти показатели. Вот первое, мы видим, будет достаточно низкий. Это индекс концентрации. Также мы провели по первому корпусу машины на базе правильного обеспечения века и получили результаты. Результаты были похожие. Мы использовали метод байса, метод оборудования сектора. Вы видите, результаты уже для оценки качества выборки. Это ибо метод байса. Полнота, точность 72 и эфмера, которая нам показывает качество 0,83. Именно вот это число нас подвергло тому, что качества нет достаточно. Надо работать, надо искать и сам материал, и совершенно мурашение других подходов к определению авторского стиля. Ну и в качестве выводов мы рассмотрели то, что эта задача действительно является актуальной, потому что определение авторского стиля сегодня используется не только для решения задачи байата, как я сказала, идентификации авторских разум. Это применяется в различных августях. По авторскому стилю определяются и характеристики авторов, и многое другое. Также мы увидели, что именно материал, на котором проводится исследование, он несет такую ключевую роль при получении именно достоверных показателей, с которыми дальше нужно работать. И мы считаем, что именно формирование вот такого текстового корпуса, которое ориентировано на решение этой задачи с управленскими текстами, это неотъемлемая задача при решении задачи определения авторского стиля. Но будем продолжать. Не могу сказать сейчас, что мы будем дальше делать, потому что это касается научной работы. И я думаю, что еще если у кого-то есть желание и научный интерес присоединиться именно к задаче формирования корпуса на национальном языке, это помогло бы очень большому количеству исследователей, которые работают в этом направлении. Продолжение следует... Спасибо. 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 Еще такой маленький вопрос. Как влияют дела, скажем такими математическими текстами, где вполне одинаковый текст, отсюда, очевидно, следует и прочее. Самое интересное состоит формула, которая и является собой какой-то там авторский стиль и прочее. Мы в нашем эксперименте этого внимания не брали. Те системы, которые сегодня работают на выявление подобий, в них можно закладывать определенные клише, формулировки, которые система просто не будет учитывать как лагиат. Это трудняет задачу, потому что всего текста чисто буквами на страничку, а все остальное — это математические формулы. Формулы авторским законом не защищаются и разрешают их использовать. Формулы можно, да. Есть определенные статистические показатели по учетному использованию цифр. Они бы есть, мы их не используем. Я думаю, это более глубокая обновленность для того, чтобы определить авторский стиль переводов. Потому что есть отдельная отрасль, которая занимается переводами. У каждого переводчика есть свой обновленность. Он определенным образом переводит те или другие статичные словосочетания с одного языка на другой. Это более глубокий уровень. Но, скорее, если автор сам переводит для себя работу и ее излагает, то оно все равно западет в какой-то мере с его стилем точку. А проводились какие-то исследования на более чем десяти работах одного автора? Конечно, я же сказала, первый корпус у нас был 437, а второй 108. Но очень мало, потому что вручную очень медленно идет этот процесс. И с PDF мы сделаем текстовый формат, а там есть и искажения, и разметка, ну и другие. Было бы очень интересно, если вы хотите писать информацию о юно-черклевом статусе на старшем технике, потому что на уровне десяти статей будем показать на какие есть комплиции, где нужно уловка на стиле нет. Ну, в данном случае да, потому что я специально взяла именно для автора, который у нас был в первый корпус и во второй, но там есть. Ну, вот хотелось бы тоже, если в этой среде такая информация, многие проводят определенные исследования на своих текстах корпуса, которые собирают, и они проводят исследования по своим алгоритмам. Было бы интересно, если бы мы дали свой корпус кому-то его алгоритм, и он был, да, он попробовал и без себя. Это очень интересно. Полную информацию мы чуть-чуть не пропликовали, но мы будем пропликовать, когда завершим. Да, все возможны даже предложения. Как раз предложение вопроса о расширении базы текста по времени нескольких лет назад, в лете 19-го, а о ретарах, где он будет своя рефературная группа. То есть, пробование не может быть. Тогда я скажу, да, продолжение. Правильный вопрос. У нас в Украине для того, чтобы системы, которые сейчас работают на рынке, могли сравнивать и находить подобие в какой-то ресурсной базе и формироваться национальной репозиции академических работ. Положение было принято в июле месяце, на основании которого, ну, там уже диссертации собираются, на основании которого все будут в плановом порядке курсы передавать туда академические, научные работы для того, что проводилось сверху. Но там, допустим, пока что нет никакой информации, в каком это виде будет, как он пользоваться. То есть, это пока на уровне самого начала. Я могу сказать, что рефераты не садятся, или нас могут встречать свободно. Может быть, сейчас все это уже можно сделать? Ну, это все будет в ближайшее время. Единственное, они будут проводить градацию между пользователями. Никому, какой международный. У нас слышите еще раз по поводу вот этих десяти работ одного автора. У них есть корреляция между работами? Ну, допустим, если я буду проверять на 20 параметрах, у них есть корреляция. Они с десятью работами. Я не совсем наслышала. Актор написал десять работ. Нет, актор написал больше. Это мы нашли. Вот здесь одна самая. Ну, мы заведем. И измерили параметры. Четыре, либо десять. Будет ли какая-то корреляция между работами по этим параметрам? Будет. Но еще и другие. Но вы предполагаете, что она есть, да? Конечно. Хорошо. И как вы думаете, можно еще как-то по годам считать? То есть, корреляция меньше параметра, то есть, это разная работа написанная работа. Ну, в теории, конечно, пишется, что стиль меняется в течение времени. Но это все исследования проводятся. Пока ничего не понимают. Ну, то есть, нельзя сказать, что оно не меняется в течение жизни. Интересное направление. Можно еще вопрос поставить? Есть ли погрешность стилей работ одного автора? Ну, есть ли смысл, в принципе, измерять такой показатель? Есть ли погрешность работ одного автора пересекается с погрешностями работ еще десяти авторов? Ну, там, с разным процентным соотношением. Ну, есть ли вообще смысл в этом показателе? Потому что все люди, ну, например, на технические темы пишут плюс-минус какие-то похожие предложения, да? По сложности и по стилистике. Есть ли смысл в принципе в этом показателе? Что это дает? Вот так мы с вами, конечно, не скажем, есть ли смысл или нет. Но когда мы следуем достаточно большое количество показателей, и, возможно, в составе еще с каким-то он нам покажет неправильность этого стиля. То есть, пока что мы следуем все. А потом мы решим, это когда-то лейт. Соберем все, а там уже будем определяться. Да, и на всякий случай есть такой прием у ниндзя студентов, которые берут, например, буковку «Е» русскую, заменяют английскую. Это совсем славные, безбедные. Это не нового языкового регистра, что это они девушки. Но это, опять-таки, те, которые скидированы на впечатление подобия. Есть еще какой-то вопрос, что с помощью такой технологии можно деанонимизировать со вложкой результателей биткоина? Да. — Спасибо. — АПЛОДИСМЕНТЫ Есть еще вопросы?